Австралия сейчас достаточно интенсивно вкладывает в инфраструктурные проекты. К примеру, в Сидне буквально недавно закончили строительство двух, как же это называется? Borer. Это такая машина, которая строит туннели, то есть вот эти вот машины их закончили, они там размером, как говорят, около двух Боингов, и они собираются строить туннели, как я понял, прошу прощения, через речку, то есть на север, с севера, по-моему, в ЧАЦ, вот и так далее. Интересно, что тут газ делать? Ну да ладно. Вот, то есть они будут строить туннели, потому что сейчас расширять дорогу, как бы, уже некуда, то есть они пораздавали землю на строительство домов и так далее, и как бы уже просто некуда расширять дорогу, соответственно, они вот начинают строить туннели. Планируется закончить это, по-моему, около 25-го года или 26-го, не помню уже. Вот. А в том же Саншайн Косте, ух ты, интересно, там какие-то озера, сейчас покажу. Вот, посмотрите. Не знаю, что это такое. Вот. То есть Саншайн Косте, это как бы брат Голд Коста, такого разрекламированного места, где, куда народ приезжает со всего мира, покататься на волнах и так далее. Ну а Саншайн Косте, он как-то получит такой более домашний. Вот. И вот в этом городе планируется вложить около 18 миллиардов долларов. Они хотят построить всякие инфраструктурные проекты, типа Light Rail, это трамвай, трамвайная дорога. Они хотят построить там, если не ошибаюсь, госпиталь за, по-моему, 2,5 миллиарда или около того. То есть то ли госпиталь, то ли университет для медиков, то ли все вместе. То есть такой достаточно обширный проект. Дальше я уже не помню, честно говоря. То есть как бы в плане недвижимости Саншайн Косте достаточно интересное такое решение. То есть там недвижка все еще стоит где-то 350-450 тысяч. Вот. Ну это как бы считается, это такой курортный город. То есть я думаю, многие уже знают, а может быть еще не знают. Могу сказать, что, как правило, если вы снимаете отель или комнату в Австралии, то счет минимально будет у вас около сотни. То есть можно, конечно, найти такие варианты. Я видел где-то посредине Австралии кофе и ночевка за 25 долларов. Но это было, мягко говоря, в заднице мира. То есть там практически ничего нету. Ну и они как бы пытаются там выжить. Вот в таких вот местах, то есть Саншайн Косте, там Гоуд Косте, у вас там счет спокойно может быть где-то 150-200 долларов за день. Ну и как бы во время праздников вы там практически, наверное, не найдете свободного места. То есть вот в этом плане вот эти вот пропитки, наверное, интересные. Но как ни странно, почему-то, я не знаю почему, в Австралии вот эта вот недвижимость, которая на берегу моря, там или рядом с морем, или с курортами, она почему-то стоит дешевле, чем в столицах, там в том же Мельбурне или в Сиднее. Вот, то есть обычно везде практически такая недвижимость по всему миру стоит дороже, а вот в Австралии почему-то дешевле. Ну да ладно. Вот, что еще хорошо, в Саншайн Косте вам разрешено ставить, как их, грейни флайт, то есть еще поставить еще один дом на своей недвижимости, вот, либо сделать дуплекс, ну и соответственно получать как бы дабл инкам. Ну, понятное дело, что вам надо накопить этот начальный депозит 20%, то есть это, наверное, тысяч 70-80, что, конечно, потребует несколько лет сидения на дошираках, либо семья хорошо должна зарабатывать. Продолжение следует...